Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого Слово к верующему Отцу Научим теперь и верующего Отца, что не должно враждовать против тех, которые привлекают сына его к Богу угодному. Конечно, можно опасаться, чтобы это слово наше не оказалось излишним и не вышло противно тому, о чем я говорил прежде. Тогда я сказал, что закон борьбы не принуждает меня вступать против язычника, но что апостол Павел оставил нас свободными от состязаний со внешними, повелев судить только внутренних. 1 Коринфянам 5.12 А теперь, как кажется, мы не обязаны и к этим прениям. Если и прежде казалось постыдным беседовать об этом с христианином, тем более теперь. Ибо как не стыдно будет верующему нуждаться в увещании касательно того, в чем и неверующий ничего не может сказать против нас. Что же? Уже ли мы поэтому замолчим и ничего не скажем? Нет. Если бы кто-нибудь поручился за будущее и сделал для нас очевидным, что впредь никто не откважится на это, тогда следовало бы и нам успокоиться, и предать прошедшее забвению. Но так как мы не имеем ни одного достоверного поручителя в этом, то необходимо и словесное увещание. Если она найдет страждущих такую болезнь, то сделает свое. А если никто не впадет в эту немощь, то желаемое нами исполнилось. И врачам по изготовлению лекарств для больных следует желать, чтобы больному не было и нужды в них. Так и мы молимся, чтобы никому из наших братьев не было нужды в этом увещании. Если же она случится, чего-то не будет, то по пословице не избежать им второго плавания. Итак, представим себе и верующего таким же, каков не верующий, и подобный ему во всем, кроме понятия Бога. Пусть он и плачет так же, и валяется у всех в ногах, и указывает на свои седины, на старость, и на одиночество. Пусть говорит все то же, сколько хочет, возбуждает гнев в суде. Впрочем, с ним суд у нас уже не пред людьми, потому что он слышал все, что у нас, мужи, исполненные Духа Божия, любомудрствовали о страшном и ужасном суделище по отшествии отсюда. И прежде всего прочего, он должен напомнить о том дне, об огне, текущем рекою, о пламени, никогда не угасающем, о померкающих лучах солнца, о скрывающейся луне, о не спадающих звездах, о свивающихся небесах, о колеблющихся силах небесных, о потрясаемой со всех сторон и метущейся земле, о страшном и непроливном зулке труб, об ангелах, проходящих по вселенной, о тысячах предстоящих, о тьмах служащих и грядущих с нами, судею воинствах, о сияющем пред ним замене, о поставляемом престоле, о раскрываемых книгах, о неприступной славе, о страшном и ужасном гласе судей, одних посылающих в огонь, уготованных дьяволу и ангелам его, а других затворяющих во двери и после их великого подвига детства, одним из слуг своих повелевающего связать плевел и вернуть их в печь, а другим сковать некоторым ноги и связать руки, отвести их во тьму кромешную и предать мучительному, узко режет у зубов, предающего тягчайшему и жестойчайшему наказанием одного за бесстыдные только взгляды, другого за неуместный смех, иного за то, что без исследования судил ближнего, а другого и за то, что злословил ближнего, и за что и за это положено наказание можно слышать от самого суди, имеющего совершить наказание в его словах и угрозах. К этому, судьи, нам всем необходимо отойти отсюда, увидеть тот день, в который будет открыт и обнаружено все, то есть не только дела и слова, но и самые помышления. Тогда мы дадим страшный ответ в том, что теперь кажется маловажным, ибо судья с одинаковой строгостью требует от нас попечения спасения, и нашим, и наших ближних. Посему Павел везде утверждает, чтобы никто не искал своего, но каждый пользу другого. 1 Коринфянам 10.24 Посему он и Коринфянам сильно порицает за то, что они не попеклись и не позаботились о впадшем прелюбодеянии, но оставили без внимания опасную рану его. 1 Коринфянам 5.1.2 И послание Галатам говорит, «Братья, если и впадет человек, какое согрешение вы духовный исправляете такового?» Галатам 6.1. А еще прежний их он убеждает, к тому же самому и фессалоникийцев говоря, «Посему вещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». 1 Коринфянам 5.11. И еще прозумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых. 1 Фессалоникийцам 5.14 «Дабы кто-нибудь не сказал, что мне заботиться еще о других, погибающий пусть погибает, а спасающийся пусть спасается. Это нисколько меня не касается. Мне повелено смотреть за собою, дабы кто-нибудь не сказал этого». Павел желал истребить такую зверскую, бесчеловечную мысль, противопоставил ей такие законы, повелевая оставлять без внимания многое своего, чтобы устроить дела ближних и требовать во всем такой строгости жизни. Так и в послании к римлянам он заповедует иметь великое попечение об этом долге, поставляя сильных как бы отцами для немощных и убеждая заботиться об их спасении. Римлянам 15.1. Но здесь он говорит это в виде увечания совета, а в другом месте потрясает души, слушающих с великою силой, когда говорит, что неродящие о спасении братья грешат против самого Христа и разрушают здание Божие. 1 Коринфянам 8.12. И это говорит он не от себя, но по наставлению Учителя. «Ибо единородный Сын Божий, желая внушить, как обязателен этот долг, и что нежелающих исполнять его ожидают великие бедствия, сказал, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Матфея 18.6. «И принесший талант подвергается наказанию не за то, что он пренебрег чем-нибудь собственным, но за то, что не родило спасение ближних». Таким образом, хотя бы у нас все было хорошо устроено в нашей жизни, нет нам никакой пользы, потому что и такого греха довольны, чтобы ввергнуть нас в геемскую пучину. Если и те, которые не хотели помогать ближнему в телесных нуждах, не спасет никакое объяснение так, что хотя бы они и подвиг детства совершили, будут все-таки извержены из брачного чертога, то опустивший гораздо важнейшее, потому что попечение душе гораздо важнее «не потерпит ли по справедливости все бедствия». Бог создал человека не для того, чтобы он приносил пользу только самому себе, но и многим другим. Посему и Павел называет верующих светилами, филиппийцам 2.15, выражая, что они должны быть полезны другим, ибо светило не было бы и светилом, доколе освещало бы только себя. Поэтому он неродящих, а ближних называет худшими даже язычников в следующих словах. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5.8 Что же он хочет здесь означать словом «не печется»? В доставлении или необходимого? Я думаю, что он разумеет попечение от душе. Если же ты не согласишься, то тогда мое мнение будет еще более твердым. Ибо если он говорит это о теле, придает такому наказанию, называет худшим язычников, не подающего этой ежедневной пищи, то где будет место тому, кто не бережет о важнейшем, о необходимейшем? Продолжение следует.